Готовься они летом. Управляющие компании и ресурсоснабжающая организация отчитались сегодня о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, а также подвели неутешительные итоги сезона минувшего. У всех в памяти горы неубранного снега, неухоженные придомовые территории и заброшенные детские площадки. За это, по словам вице-губернатора Александра Лидера, который председательствовал на совещании, оргвыводы будут сделаны. Разговор получился жестким. Город ставит рекорды по количеству управляющих компаний, однако вместо жесткой конкуренции – халантность и порой элементарная безответственность. Всю зиму улицы утопали в снегу. Его уборка шла, ни шатка, ни валка. Мы с вами застряли в 90-х примерно. Вот в Москве уже совершенно другой уровень работы, и очень хочется его сюда перенести. Вы напрямую должны работать с жителем, особенно управляющих компаний. Сегодня у вас на достаточно небольшой город 20 компаний. И это очень высокая конкуренция на самом деле. И мне непонятно, почему вы все вместе оказываете такой низкий уровень услуг. По-прежнему серьезной проблемой остается задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями. На начало мая эта цифра составляет свыше 249 миллионов рублей. Переориентируйте свое мировоззрение на то, что вы работаете для жителя. А житель за это вам платит. Ваши долги, которые вы накапливаете, это ваша прямая проблема. Вы должны все прекрасно понимать на сегодняшний день, что если вы имеете большую задолженность, мы лишим вас лицензии. Работу управляющих компаний контролирует городская мэрия. И в администрации заверяют, что делают это чуть ли не в ручном режиме. В текущем режиме проверяем благоустройство. Каждый день у нас объезды. По поводу управляющих компаний, по поводу уборок. Могу доложить, что с начала года у нас 20 протоколов на управляющих компаниях. Из них вообще 24 по уборке. Ну там и пэшники еще есть. А так следим везде, стараемся. Вице-губернатор считает, что муниципальный контроль за работой управляющих компаний должен быть значительно усилен. Вы сказали, что за зимний период выставили 24 протокола. Это, наверное, подвиг. Хотя я считаю, что вы должны были выставить тысячи две, наверное, протоколов. Не надо улыбаться. Это ваша работа. Если вы их не выставляете, значит я делаю вывод, что город у нас находится в отличном состоянии. Но его не было. И жалобы жителей тому подтверждение. В ходе минувшего отопительного сезона жители сел не раз справедливо предъявляли претензии к качеству угля, поставляемого в рамках северного завоза. Севержилкомсервис обещает, что в предстоящий отопительный сезон история не повторится, несмотря на то, что поставщик угля остался тем же. Тот же поставщик, Хакасский уголь. Ну а здесь более жесткий у нас контроль качества будет. Директор уже лично ездил, смотрел уголь в Архангельске. Организовали анализ угля. Ну и в дальнейшем будет при разгрузке тоже контролироваться качество угля. О своей готовности к очередному осенне-зимнему периоду доложили представители Ненецкой коммунальной компании, электростанции и главы муниципальных образований. Будут ли учтены уроки, покажет будущий сезон. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.